МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! После небольшого летнего перерыва в эфире вновь акценты общественно-политический проект Оренбургского регионального телевидения. Из студии программы вас приветствую я, Виталий Дерябин. И, как всегда, мы акцентируем внимание на событиях, которые требуют более детального рассмотрения. Когда новое соседство не в радость, а в тягость, и отрицательные эмоции постоянно преобладают над положительными, потому и без того не слишком богатые позитивными событиями сельская жизнь становятся совсем уж безрадостны. И тогда люди начинают писать жалобы во все инстанции, в том числе и в самые высокие. О том, как такое случается, вчера было, если уж не совсем хорошо, то вполне терпимо, а сегодня стало просто не в моготу, вам могут рассказать жители двух сел Ташлинского района – Луговое и Болдырево. Их мирное, можно даже сказать, патриархальное существование на лоне красивой природы и хлебных полей было нарушено добытчиками черного золота. Тишина и покой тут же остались в прошлом, а в настоящее пришли все прелести, в кавычках, соседство с нефтяными промыслами. Недовольство с местного уровня перешло на областной и даже государственной. Селяне написали жалобу в администрацию президента и губернатору Юрию Бергу, который отреагировал немедленно, сначала проведя переговоры с топ-менеджерами нефтяников, а затем встретившись с теми жителями Лугового и Болдырево, которые испытывают неудобства. Ташлинский район – традиционно аграрная территория Оренбуржья, дающая немалую часть областных надоев, привесов и обмолотов. Однако в последнее время с типично сельской картинкой здесь стали соседствовать пейзажи индустриальные. И это соседство оказалось для местных жителей нежеланным. Здесь шум ночью, ну как днем светит, огонь горит. Ветер как поселок, тут дышать нечем. Не то что до нас, до Болдырева доходит. Сначала разведочное бурение, затем промышленная добыча нефти. Разработку Сладковско-Заречного месторождения ведет одноименная нефтяная компания со штаб-квартирой в столице. Буквально за год местность рядом с селами Луговое и Болдырево изменилась до неузнаваемости. Не узнают после прихода нефтяников в селяне и свою жизнь. Раньше было тихо и спокойно. Сегодня с постоянным запахом углеводородов, шумно, сжигаемый попутный газ громко гудит, особенно по ночам. И очень-очень пыльно. Грейдер, соединяющий Луговое, Болдырево и еще одно село Иртек с трассы Электошла, утопает в пыли. Тяжелые нефтевозы, которые перевозят сырье с месторождения на железную дорогу в Сорочинск, размолотили верхнюю часть дороги в мелкую пудру. Пыль поднимается в воздух и летит на сотни метров вокруг. Если ветер дует в сторону Лугового, пыльная взвесь накрывает все село до последней улицы. Женщины не боялись белья, постель, стирки вывешивать. А сейчас им запретили по нашему грейдеру нефтевозам. Им сделали судако умудряют, все равно они здесь. Все это местные жители озвучили губернатору. Юрий Берг приехал к ним сразу после командировки в Москву, где в том числе встречался с руководством нефтяной компании. Достигнута принципиальная договоренность. Нефтяники причиняют неудобства, они же их и компенсируют. В первую очередь по части дорог выделяются средства для превращения гравийного покрытия в асфальтобетон. Сначала речь шла о первых шести километрах. От поворота с электрической трассы до подъезда в Клуговому. Они будут построены уже в этом году. Вся остальная часть, она у нас здесь 31 километр. В этом году будет в рамках содержания приводиться в порядок, подсыпаться, грейдироваться. Каких других работ на текущий год не планировалось, если Юрий Александрович не выдаст нам новых команд. Такая команда поступила после изучения дороги на Эртек, крайнее село в южном направлении. Грейдер от Болдырева там еще хуже, потому свою первоначальную задачу губернатор скорректировал. Не 6 километров асфальта до конца года, а 14, то есть без малого половину общей протяженности. Впрочем, программа соцпартнерства с нефтяниками требует распространения на другие объекты. В селе Луговой Ташлинского района проблем множество, и большинство из них типичны для подобных небольших населенных пунктов. Вот, например, здешний фельдшерско-акушерский пункт. Он располагается в здании, построенном полвека тому назад. С тех пор оно не знало ни одного капитального ремонта. Ну, показывайте ваше хозяйство, пожалуйста. Вместе с заведующей ФАПом осматриваем помещение. Невеликое и неухоженное, как будто в позапрошлом веке оказался. Водопровод оригинальной конструкции, трещины в стенах, выщербленная дверь. В таких условиях, кроме болезней, одолеет еще и тоска. Впрочем, перемены к лучшему грядут. Полмесяца назад пообещали нефтяники. Они приходили, смотрели, предлагали, что построят новый ФАП. Ну, пока ждем. Чтобы ожидания местных жителей не затянулись, губернатор обещает проявлять повышенный интерес ко всему, что происходит в округе. Подключив к процессу местную власть, полицию, прокуратуру и самих нефтяников. Это все будет на моем контроле. Они мне все каждое утро будут докладывать. Дисциплине мы их приручим. Договорились? Вы меня будете часто видеть здесь. Зная привычку Юрия Берга доводить начатое до конца, с максимальной долей уверенности можно говорить о том, что хорошая дорога здесь будет. А пока она строится, водители нефтевозов не будут гонять по деревенскому грейзеру и засыпать селян пылью. Что же касается нефтепромыслов, то, конечно, совсем тихими, как степная речка, они не станут. Однако технологические процессы будут организованы так, чтобы доставлять местным жителям как можно меньше дискомфорта. А дискомфорт жителей села Нижнеозер на Ильевского района уже в прошлом, так как понтонный мост через Урал, установленный военными взамен снесенного весенним ледоходом, действует исправно. Осенью его должен сменить мост постоянной, низководной конструкции. Его возведение продолжают оренбургские дорожники и мостостроители. На прошлой неделе губернатор, который курирует лично и этот объект, инспектировал строительство. В минувший вторник по пути в Ташлинский район глава региона был там еще раз. Он провел выездное совещание, в ходе которого сроки завершения строительства октября этого года были подтверждены. Главное для нас соблюдение графика и качества, заявил губернатор после очередной инспекции. О всех возникающих вопросах Юрий Бек распорядился докладывать ему лично, для максимально оперативного решения проблем, с тем, чтобы сроки работ не затягивались. Тем временем большое дорожное строительство и ремонт продолжаются в Оренбурге, где второй год подряд реализуется федеральный проект безопасной качественной дороги, сокращенно БКД. Напомним, что стоимость работ, которые предстоит выполнить в текущем году, составляет полтора миллиарда рублей. Проект БКД является одним из самых капиталоемких за все последние годы. Его реализация позволит существенно увеличить пропускную способность центральных магистралей областного центра, одновременно придав дорожному движению должный уровень безопасности. Параллельно в Оренбурге и в целом ряде других населенных пунктов области реализуется еще один проект «Комфортная городская среда», который также имеет федеральное финансирование. Также действует второй год и направлен на улучшение уличной инфраструктуры городов и поселков. Общественные территории, парки, скверы, другие зоны отдыха, а также дворовые пространства многоэтажных домов. Вот сфера его действия. На эти цели также выделяются большие деньги – сотни миллионов рублей. В минувший четверг Юрий Берг посредством видеоселекторной связи собрал муниципальных глав и спросил, как продвигаются дела. Главы муниципальных образований готовы рассказать о проделанной работе. Парки, дворы и дороги, масштабный ремонт и реконструкция объектов идет во всех районах области. Губернатор еще раз обращает внимание на объем средств, который выделен на значимые для Оренбуржия проекты. Обороты многомиллионные, под контролем должен быть каждый рубль. В 2018 году на реализацию мероприятий выделено 713,5 миллионов рублей. На эти средства планируется отремонтировать 302 объекта. По второму вопросу городской комфортной среде выделено 518 миллионов рублей. Запланировано благоустройство 69 дворовых общественных территорий. Десятки дворов, парков и скверов в скором времени получат вторую жизнь. Объекты должны быть сданы до 30 сентября. Кипит работа и на дорогах области. Во всех муниципальных образованиях идет ремонт на проблемных участках. Больше половины от плана уже выполнено, утверждает в региональном министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Работы завершены на 173 объектах, это 57,2%. Запланировано благоустроить 69 территорий. Из них 30 дворовых, 38 общественных территорий и один городской парк. 42 муниципальных образования в каждом десятке объектов. Так, например, в Орске в этом году. Автомобилисты ждут финала работ на улице Каменной. Ямы не раз становились причиной аварий. Уже к осени вместо направления здесь будет дорога, обещают представители администрации. Также сообщают и о начале реконструкции парка строителей. Это один из объектов комфортной городской среды. В парке ведутся подготовительные работы, демонтаж конструкции, бордюрного камня, вырубку сухостой деревьев, ликвидацию порослей, в том числе субордники, посанитарные очистки территории, парка и водной глади берегов озера Песчаное. Срок завершения работ в соответствии с договором 30-го, 10-го, 18-го. В большинстве районов проведены торги, контракты с подрядными организациями заключены. Остающих территорий пока нет. Сейчас во всех муниципальных образованиях горячая пора, активные ремонтные работы. Итоги будут подведены уже осенью. Еще одна тема последних дней, которая все больше выходит на первый план – очередная уборочная кампания. Она стартовала в конце позапрошлой недели. По ходу созревания хлебов к уборке присоединяются все новые и новые районы области. По состоянию на конец недели валовый сбор превысил полмиллиона тонн, при средней урожайности примерно 16 центеров с гектара, что на треть ниже прошлогодних показателей на это же время. По ходу завершения уборки озимых культур и перехода на обмолот яровых, средняя урожайность будет снижаться, причем более стремительно, чем в прошлом году. Погодные условия начала лета и минимальное весеннее увлажнение почвы в этом сезоне сделали разницу между урожайностью озимых яровых более существенной. И все это на фоне общего снижения по обоим показателям. Впрочем, в целом, ряде хозяйств Оренбуржья за сушливую погоду не клянут, как и во все прежние годы. Потому как наша зона рискованного земледелия в зону земледелия гарантированного вряд ли когда-нибудь превратится. А раз так, нужно действовать по ее правилам, среди которых одно известно всем, кто отличает рожь от пшеницы. А зимы всегда дают больше зерна, чем яровые. Да, их выращивание куда более хлопотное, со всеми этими культивациями, подкорками и гербицидами, но на выходе получается хороший результат даже при засухе и малоснежной зиме. Это давно поняли в колхозе имени Калинина Новосергиевского района, который можно считать образцом хозяйства нового типа с лучшими традициями прежних времен. Да нет, смотри, даже камера не трясется. Закадровая реплика оператора о здешних дорогах. Они все в новом асфальте, а площадку перед мехтоком украшает клумба с розами. Все эти детали свидетельствуют, в хозяйстве дела идут как надо. Как именно надо напоминает плакат с немного измененной крылатой фразой. Хлеб в колхозе имени Калинина – основной источник благосостояния. Много снега, много хлеба – другая известная поговорка. В этом году снегопадами поля колхоза были не избалованы. Однако озимая пшеница – вот она. Десятками тонн поступает на ток и зерносклад и демонстрирует урожайность в 30 центнеров с гектара. При этом качество зерна на самом высшем уровне. Это жемчужина по Волжье. Анализ мы сделали. Натура 780. Клейковина 28. Показатели прекрасные. Это по какому классу? Это на третий класс она с лихвой идет. Саратовская селекция. Сорт засухоустойчивый и высокопродуктивный. Соблюдение агротехнологий плюс собственный многолетний опыт. Вот слагаемый ежегодных успехов хозяйства. Секретов никаких нет. Приоритет отдается озимым культурам, как априори более урожайным. Их сев производится по подготовленным парам на глубину, вдвое превышающую обычную. Узел кущения зимой лучше защищен от холода, но главное – там всегда влага. Главная задача пара – это сохранить влагу, которую он накопил еще с весны. Поэтому мы практикуем 2-3 культивации первых. А дальше переходим уже на химическую обработку паров. Немногократная культивация, которая сушает почву, а мощные гербициды, не оставляющие сорнякам ни одного шанса. На этом поле в прошлом году был подсолнечник. Его семена, попавшие во время уборки в почву, прорастали все лето. Но днем ранее была проведена химобработка. Так что через 3 недели перед севом озимых пашня будет идеально чистой. На следующий год здесь заколосится такая же сильная пшеница. Старший компанеец – руководитель хозяйства. Его сын – главный агроном, внук – школьник, штурвальный на комбайне. Трудовые династии в колхозе имени Калинина всячески приветствуются и поддерживаются. Родившиеся на Новосельгевской земле на ней же и трудятся. Я как бы решил посвятить себя этому. Мне это нравится и хочу в дальнейшем связать свою судьбу с сельским хозяйством. Юноша на комбайне – картина хоть и не слишком распространенная сегодня, но памятная по кадрам советской хроники. Но как вам вот такой штурвальный, лихо закладывающий виражи на мощном векторе? Оказывается, еще одна местная династия. Дочь студентка педколледжа, отец – один из лучших комбайнеров. Мне просто как-то понравилось. Я много раз с папой ездила, каталась, как-то хотела попробовать. Вот, решилась. Но сначала было сложно, а сейчас, ну, полегче бы научилась. Все знаю. Знание, бережное отношение к земле и уважение к людям. На этих трех китах держится передовое хозяйство. Здесь помнят еще одну подзабытую крылатую фразу – «Будет хлеб, будет и песня». Песня в мажорной тональности. С ней колхоз имени Калинина продолжает битву за урожай. Хочешь быть передовым – сей квадратно-гнездовым. Была лет 70 тому назад и такая советская аграрно-хозяйственная присказка. Казалось, она, правда, посадки картофеля и прочих овощных культур, но смысл ее понятен и сегодня. Для того, чтобы достигать высоких результатов в сельском хозяйстве, необходимо применять новейшие агротехнологии, не забывая при этом о накопленном прежде опыте. А опыт всех последних лет подсказывает – хочешь знатный каравай – клин, а зимы расширяй. Это уже применительно к нашим нынешним реалиям. Из последних 8 лет 6 были либо засушливыми, либо очень засушливыми. В общем, планку в миллион гектар азимы, которые в Оренбурге до сих пор недостижимы, брать все-таки придется. Цены на ГСМ и прочие расходы не позволяют аграриям довольствоваться урожайностью в 5 центнеров, а компенсационные возможности государства не безграничны. Потому азимы, азимы и еще раз азимы вкупе с качественным пассивным материалом. Другой путь – это путь в никуда, считает первый вице-губернатор, агроном по образованию Сергей Балыкин. Сергей Викторович, ставка на азимы и культуры, которую сегодня делают многие хозяйства и фермеры, вот она, как правило, себя оправдывает. Оправдывает, прежде всего, гораздо больше урожайностью, чем у культур яровых. Почему же тогда у нас до сих пор не все аграрии это осознали? Лечь сейчас, конечно же, не о районах Восточного Оренбуржия, где азимы не растут в принципе по погодным условиям, но про все другие территории. Могу сказать, что сегодня у Оренбургской области, за исключением Востока, самая оптимальная цифра была бы о зимах порядка 900 тысяч гектаров, 1 миллион гектаров. Поэтому губернатор в этом году на совещании, которое прошло в Оренбургском аграрном университете, поставил задачу аграрникам, что области для того, чтобы мы получали достаточно урожая и обходили вот эти преграды засухи, все-таки мы засевали не менее 1 миллиона гектаров. И те хозяйства, которые серьезно занимаются этим вопросом, те, кто работает с парами, с удобрениями, со средствами защиты, разумеется, это получают вот эти урожаи. С поводу, думайте, в этом году при урожайности азимых в среднем порядка где-то 16-18 сантиметров с гектара, который идет, есть лучшие хозяйства, которые получают 30 сантиметров с гектара и более. Вот еще одна тема, которая появляется ежегодно, это качество семян. Понятно, что элитные семена стоят недешево, но однако они себя при этом полностью оправдывают, принося результат в даже такие засушливые годы, в засушливых условиях, как мы видим сейчас. Какими могут быть здесь рычаги воздействия с тем, чтобы все-таки сев проводился правильно семенами, чтобы просто не закапывали их землю? Те хозяйства, которые сеют элитными семенами, они имеют поддержку государству. Поэтому, допустим, наказывать те хозяйства, кто не занимается, этого нет. Но рублем поощряются те, кто этим занимается. Кстати, мы изучали опыт ряда наших коллег по СНГ и ряд стран, в частности, у итальянцев. Там государственная поддержка идет только при условиях с севокачественными семенами. И поддержка идет непосредственно на те станции, которые производят эти семена. То есть там каждый занимается своим делом. Поэтому сегодня мы каждый год стараемся менять условия работы с сево-хостоверопроизводителями. И сейчас снова прорабатываем вот эти вот условия по поддержке, уже не связанные теперь с 2019 года. Обязательно, конечно, эти вещи будем учитывать. Поэтому тот, кто занимается, он, конечно же, должен получать более высокую поддержку. Погодные условия, которые были этой зимой, этой весной и летом, они не позволяют говорить о том, что будет получен такой же высокий урожай, как в прошлом году. Напомним, тогда Оренбуржи получила 4 миллиона 200 тысяч тонн зерна. Тем не менее, у нас будет хороший хлеб. И что по этому поводу нужно делать уже сейчас, аграрим? Во-первых, сегодня задачи-то такие. Необходимо, в первую очередь, заготовить семена из того урожая, который вырос. Необходимо формировать партии продажное зерно. И на сегодня наши многие руководители, кстати, одолженные руководители мы восточной территории Оренбуржи, они не сразу продают хлеб. Они формируют партии или держат его на элеваторах, там, где качественное хранение идет. У кого-то есть свои склады хранят. Разумеется, если зерно отвечает требованиям по влажности, то любой месяц хранения дает повышение, как правило, в качестве клейковины. То есть это тоже уже, пусть небольшое количество, но это тоже идет. Поэтому формирование партии зерна, конечно, во многом необходимо, чтобы этим хозяйство занимались, и сегодня и занимаются. Потому что сегодня мало произвести, и необходимо еще очень выгодно продать. Как мы уже сообщали в новостных выпусках, на прошлой неделе делегация Оренбургских аграриев во главе с Сергеем Балыкиным посетила ростовское производственное объединение «Ростельмаш». Оно является крупнейшим отечественным производителем сельскохозяйственной техники, в первую очередь зерноуборочных комбайнов. Руководители хозяйств и фермеры, которые эксплуатируют продукцию «Ростельмаша», осмотрели сборочное производство, ознакомились с линейкой выпускаемой техники, встретились с представителями завода, получив ответы на различные вопросы технического характера. Гендиректор предприятия Вячеслав Мальцев заявил, что ростовчане всегда рады видеть Оренбургцев у себя в гостях. «Ростельмаш» готов и впредь принимать наши делегации с целью установления максимально конструктивного диалога между производителем сельскохозяйственной техники и ее покупателями, как существующими, так и потенциальными. Кроме того, первый вице-губернатор побывал в гостях у Юрия Пескова, бывшего гендиректора «Ростельмаша», который возглавлял предприятие 28 лет – с 1978 года по 1996. Это при нем пошел в серию легендарный комбайн «Дон», который обкатывал на наших полях дважды герой соцтруда Василий Макарович Чердинцев. Песков тоже имеет высший знак трудовой доблести, а также многочисленные ордена и медали. Человек он известный и авторитетный в сельском хозяйстве до сих пор. Некоторые его идеи, как принято говорить, опережали время. Одна из них до сих пор ждет притворения в жизнь. По мнению Юрия Пескова, плодородие почв следует поднимать не сколько удобрениями, они очень дорогие и действуют непродолжительное время, сколько внесением искусственного гумуса, субстанции, своими свойствами и составом, идентичной природному чернозему. При этом цена вопроса невелика. Несколько десятков миллионов рублей потребуется для создания первой опытно-промышленной установки. Я вам советую прислать сюда каких-нибудь ваших ученых или агрономов. Вы должны это дело изучить, посмотреть на месте, убедиться в том, что это на самом деле то, что нужно. И если вы пойдете этим путем, то я могу вам сказать так. Содержание гумуса в почве при строительстве завода миллиаранта и при внесении в почву от 1 до 5 тонн вот этого миллиаранта вы получите на 10-15 лет содержание гумуса в почве в 3-4 раза больше, чем оно есть сейчас. Иволга. Слово, в котором первая буква пишется латиницей по аналогии с модным гаджетом, одним из символов креатива и цифрового прогресса. Остальная часть по-русски с большой буквы и таким образом указывает на место проведения молодежного форума Привозского федерального округа, берег Волги, Мостряковские озера, Самарская область. Самая продвинутая молодежь общим количеством в несколько тысяч человек вновь собралась для непринужденного общения на лоне природы. Впрочем, на Иволгу ездят не для того, чтобы лишь весело потусоваться, попеть и поплясать на свежем воздухе. Иволга – это площадка для демонстрации молодежных идей и проектов, которые по итогам их презентации и обсуждения могут обрести вполне реальную финансовую поддержку. Чем поехали на Иволгу наши, на что рассчитывают, узнаем от Ольги Энгельс, которая провела с участниками форума из Оренбурга целый день. Последнее наставление руководителя перед защитой проекта и вперед к заветной цели. А она здесь одна на всех. Добиться признания своей работы и получить на разработку грант. Речь идет о сотнях тысяч рублей поддержки и на воплощение идеи. Защита проектов участника форума идет несколько дней. Оренбургская делегация – одна из самых многочисленных на Иволге. 120 человек решают заявить о своих разработках. Эксперты отмечают – уровень работы римбуржцев год от года становится выше. 2018-й не стал исключением. Итог – 12 проектов успешно проходят на федеральный уровень. Один из проектов, который прошел на федеральный этап – это проект «Рывеческий центр мосты». Это проект, созданный активной инициативной группой молодежи города. Основная идея проекта по созданию на базе городской библиотеки имени Толстого «Рывеческого центра». Мосты называется не просто так. Он будет своеобразным местом, где будет соединять активных и жителей города, которые хотят узнать о городе, и тех людей, которые об этом знают. Некоторые участники на форуме уже не новички. Они знают, Иволга – то место, где удачу можно попытать несколько раз. На суд жюри представляют сразу несколько своих работ. На Иволга привезла два проекта – по культурному буму и по патриоту. Но на самом деле мне ближе патриотический проект. Это запись аудиогидов об истории нашего города. И мы будем их запускать в самом популярном транспорте народном – это нашем трамвае. Но я думаю, что даже если мы не получим грант, все-таки как-то скооперируемся и с администрацией города, и с правительством Оренбургской области. И все-таки будем повышать уровень культурно-исторической грамотности населения. Отдельно защищаются участники, чьи проекты представлены на смене наука и образования. 35 разработок оренбургских ребят были вне конкуренции и автоматически выходят в финал. Эксперты отмечают уникальность проектов, а главное – их актуальность в сегодняшнем мире. 8 разработок представлены на выставке среди работ участников из других регионов. Молодые ученые и исследователи Степного края делают ставку на медицину и робототехнику. Наша команда создала проект «Вакуумная повязка для лечения ран». Особенностью является то, что в ране сдаётся пониженное давление до 70 мм тутного столба, что способствует постоянному оттоку экссудата из раны. Благодаря этому пациент не должен ежедневно ходить на перевязке к хирургу в поликлинику, а может приходить раз в 5-7 дней только для внешнего осмотра. Так как хирургическая пленка прозрачная, то хирург может оценивать состояние раны визуально. А ещё образовательные платформы, беспилотные летательные комплексы, лечебная жевательная резинка и робот-паук. Борьба за гранты завершилась 1 августа. Наиболее перспективные работы получат поддержку от 100 до 300 тысяч рублей. Общий фонд конкурса – 10 миллионов рублей. Оренбушцы рассчитывают на круглую сумму. Никто, кроме нас. Воздушно-десантные войска в минувший четверг отметили очередной день рождения. Крылатая пехота, голубые береты, элита вооружённых сил. Десантников называют по-разному, но отношение к тем, кто в армии носил тельняшку и петлицы небесного цвета, традиционно уважительное. Ведь их служба была по-настоящему трудной, боевые задачи самыми серьёзными, а мужская дружба остаётся самой крепкой. В Оренбурге день ВДВ отметили традиционным шествием воинов-десантников, которые, как известно, бывшими не бывают. Пройти в одном строю пришли десантники запаса. Для них выполнение боевых задач уже позади. Рядом голубые береты из разных городов и посёлков региона. Место встречи остаётся неизменным. 2 августа – улица Советская областного центра. Увидеть десантников останавливаются прохожие. Для них это тоже радостный день. С каждым кварталом колонны становится больше. Присоединяются те, кто только что отпросился с работы. 345-й отдельный десантно-штурмовой батальон «Афганистан-Баграм». Боевой друг, нормально всё. Прошли службу, честь не уронили. Вернулись домой живыми, здоровыми. Ну, не здоровы. Ну, да. О, здоровы. История войск крылатой пехоты началась 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые десантировались на парашютах десантного подразделения 12 человек. Сам праздник «Голубых беретов» сравнительно молодой. Его начали отмечать в 2006-м. Слово благодарности за вашу службу. Писание действительно выполняет самые сложные, самые непростые задачи. Задачи подощритель нашего отечества, подощритель России. Евгения Савченко говорит, что так как отмечают День ВДВ в её семье, не справляют ни один праздник. Родоначальником целой воздушно-десантной династии был тесть. Тельняшку и голубой берет носил муж. Сейчас эту форму примеряют на себя двое сыновей. У семьи Савченко в общей сложности 8,5 тысяч прыжков. А саму Евгению Николаевну ласково называют матерью оренбургских десантников. Я работала с солдатами, готовила их к прыжкам, выпускала с борта с первого. Мне сейчас до сих пор пишут в интернете. Вы помните, когда вы меня выпускали с левого борта? На построении сегодня и воспитанники детских военно-патриотических клубов. Участие в главном празднике ВДВ для них – особое событие. С завистью смотрят они на старших в строю. У них ещё всё впереди. И первые прыжки с парашютом, и физподготовка, и воспитание главного качества десантников. Дисциплинированности и требовательности к себе. Меня там учат в воинской дисциплине, и физической силы, и маршировать ещё учат. Десант сегодня во всех городских парках. По Оренбургу гуляют целыми семьями. В парке 50-летия СССР – концерт и полевая кухня. Ну и, конечно, в распоряжении десантников сегодня все фонтаны Оренбурга. Впрочем, эта традиция дня ВДВ в регионе себя изживает. Такие акценты мы расставили для вас на этой неделе. До встречи в следующую субботу и всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова